РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ БИБЛЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА КНИГА ПРОРОКА ИСАИ Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня устав Православной Церкви предписывает за богослужением прочитывать отрывок из книги пророка Исайи, который состоит из стихов со 2 по 13-й, 13-й главы. Давайте послушаем его. Поднимите знамя на открытой горе, Возвысьте голос, махните им рукою, Чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным Моим И призвал для совершения гнева Моего сильных Моих, Торжествующих в величии Моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, Мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, От края неба Господь и орудия гнева его, Чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, Идет как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, И сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, Мучатся, как рождающие, С изумлением смотрят друг на друга, Лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый, С гневом и пылающей яростью, Чтобы сделать землю пустынью И истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила Не дают от себя света, Солнце меркнет при восходе своем, И луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, И нечестивых за беззаконие их, И положу конец высокоумию гордых, И уничижу надменность притеснителей, И сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, И мужи дороже золота афирского. Для сего потрясу небо, И земля сдвинется с места своего От ярости Господа Саваофа В день пылающего гнева его. Любой человек живет В определенном историческом контексте. И этот контекст в той или иной степени Нас всех определяет. Равным образом нас определяют И место, в котором мы живем, Воспитание, образование, Родной язык, семья и так далее. Все то, что мы воспринимаем как данности И на что не обращаем особого внимания. Задумываемся же мы обо всем этом Лишь в минуты особых потрясений, Когда привычный мир начинает рушиться. Именно тогда становится понятно, В какой степени мы зависимы От самых простых и, как кажется, Неотъемлемых вещей. Пророк Исаия не был исключением. Он не жил вне времени И вне исторического процесса. Все то, что происходило вокруг, Оказывало громадное влияние на пророка И, как следствие, на его тексты. Бог открывал Исаии свои истины, Пророк передавал их людям, Но при передаче к словам Бога Неизбежно примешивались Собственные переживания пророка. Ну а сегодня, Когда мы находимся Внутри нашего собственного Исторического процесса, То, читая слова Исаии, Мы их неизбежно накладываем на то, Что нам кажется наиболее актуальным И волнующим. Это естественно. Правда, древние толкователи, Которые тоже жили в крайне непростые времена, Умудрились избежать Такого переноса слов Исаии. Никто из них не прикладывал Пророческую речь к тому, Что происходило вокруг них. Абсолютное же большинство толкователей Предпочитали понимать Сказанное Исаией Как относящееся лишь Ко времени жизни пророка И к той политической ситуации, Внутри которой он жил. А жил он в стране, Которая подвергалась агрессии Со стороны могущественных соседей, А именно со стороны Государств Древней Месопотамии. Это были совершенно уникальные империи. К примеру, Ассирийское государство Существовало почти два тысячелетия. И в высшей точке своего развития Стало первой мировой империей. Как и любая другая империя, Ассирия стремилась К постоянному расширению своих пределов. Вполне естественно, Что израильские земли Ввиду своего близкого соседства с Ассирией Не могли не стать рано или поздно завоеванными. Но было одно государство, Которое пыталось сопротивляться Ассирии. Это родственный ей Вавилон. У них также была общая граница, Жили в этих царствах родственные народы, Которые говорили на одном языке. Конечно, Исаию мало интересовали Взаимоотношения Ассирии и Вавилона. Его беспокоило то, Что оба этих государства Представляли угрозу для его родного народа. Во время жизни пророка Не было никакой надежды на то, Что Израиль сможет противостоять Этим двум воинственным государствам. Но Исаию умел смотреть вперед. А потому он видел то, Что произойдет почти через два столетия После его кончины. Оба гегемона падут, Потому что такова них воля Божия. Библейские чтения Великого Поста Книга Бытия Здравствуйте у микрофона Доцент Московской Духовной Академии Священник Антоний Борисов. Сегодня, во время вечерней В православных храмах Читается отрывок из восьмой главы Книги Бытия, стихи с четвертого по двадцать первый. Давайте его послушаем. И остановился ковчег В седьмом месяце, В семнадцатый день месяца На горах Араратских. Вода постоянно убывала До десятого месяца. В первый день десятого месяца Показались верхи гор. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега И выпустил ворона, Чтобы видеть, Убыла ли вода с земли, Который вылетев, Отлетал и прилетал, Пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, Чтобы видеть, Сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих И возвратился к нему в ковчег, Ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою, Взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других, И опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, Что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других, И опять выпустил голубя. И он уже не возвратился к нему. С шестьсот первого года жизни Ноевой К первому дню первого месяца Иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега И посмотрел, И вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, К двадцать седьмому дню месяца, Земля высохла. И сказал Господь Ною, Выйди из ковчега ты, И жена твоя, И сыновья твои, И жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, Которые с тобою от всякой плоти, Из птиц, Из котов, И всех гадов, Присмыкающихся по земле, Пусть разойдутся они по земле, И пусть плодятся, И размножаются на земле. И вышел Ной, И сыновья его, И жена его, И жены сынов его с ним, Все звери, И весь скот, И все гады, И все птицы, Все движущиеся по земле, По родам своим, Вышли из ковчега. И устроил Ной, Жертвенник Господу, И взял из всякого скота чистого, И из всех птиц чистых, И принес во всесожжение на жертвенники, И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь Бог в сердце своем, Не буду больше проклинать землю за человека, Потому что помышление сердца человеческого Зло от юности его, И не буду больше поражать всего живущего, Как я сделал. После вопроса, Сколько заветов вы знаете, Обычно следует ответ, Два, Ветхий и Новый. Действительно, Библия делится на два глобальных раздела, До Рождества Христова и после него. Однако, При внимательном чтении Священного Писания, Понимаешь, Что заветов между Богом и людьми, Было заключено не два, А больше, Всего можно насчитать шесть заветов. Первый из них был заключен в райском саду Практически сразу после творения Адама и Евы. Господь передал первым людям Все созданное им мироздание И призвал их наполнять землю своими потомками. В ответ Бог попросил Адама и Еву о немногом, Всего лишь не вкушать плодов дерева Познания добра и зла. Что произошло потом, Известно всем. В результате потребовался новый завет. Он был заключен с Ноем после потопа. История мира была перезапущена. Господь вновь призвал людей плодиться и размножаться. В ответ же попросил их не убивать друг друга. Следующий завет Бог заключил уже не со всеми людьми, А с Авраамом и через него с его потомками. Господь призвал праутся ходить перед Богом и верить. Если Авраам свято чтил завет, То его потомки, народ еврейский, Неоднократно договор с Богом нарушали. Поэтому Господу пришлось еще дважды Обновлять свой завет с избранным народом. Первый раз это произошло во времена пророка Моисея, Когда на горе Синайской Бог даровал иудеям десять заповедей. Второй раз обновление завета Авраамова Произошло при царе Давиде. Господь избрал местом своего земного присутствия Город Иерусалим, В котором нужно было построить храм истинного Бога. Давиду этого сделать не было дозволено, Так как в течение жизни он много раз убивал. Но тем не менее, Именно через Давида евреям было дано напоминание О необходимости соблюдения десяти заповедей. Следующий по времени завет, Новый, Был заключен через Христа и действует поныне. Заветы, Заключенные между Богом и человечеством, Представляют собой не просто какие-то устные договоренности. Заветы имеют в том числе и физическое влияние На окружающий нас мир. В данном случае нас интересует завет Бога с Ноем. Об этом духовном договоре Мы слышали в прозвучавшем отрывке из книги Бытия. Имя Ной, по-еврейски Нуах, Происходит от глагола Нуах, Что значит покоиться, успокаивать. Среди бушующих волн потопа В этом человеке мир обретает покой и обновление. Как во время сонного покоя от Адама творится Ева, Так и в Ной наша планета обретает новую жизнь. Адам был сотворен Богом для земледелия, Но в результате грехопадения Земля оказалась проклята и произрастила терния. Ной после выхода из Ковчега Начинает возделывать обновленную в водах потопа почву. Это примечательный факт. Новый, начинатель рода человеческого, Не охотится на животных, Но выбирает более мирный образ деятельности. Плодом благочестивого труда становится виноград, Одно из самых благородных растений. Выйдя из Ковчега, Ной приносит Богу жертву. Данный поступок только на первый взгляд выглядит жестоким. В данном случае мы имеем дело Со свойственной древним людям формой благодарности. Ной отдает Богу то, Что мог бы использовать в пищу сам. Кто повелел Ной совершить это жертвоприношение? Никто. Инициатива исходила от него самого. Господь заключает с Ноем завет, Через который вновь благословляется человечество, И вся земля с ее флорой и фауной. Знаком этого завета становится радуга, Символ не вседозволенности, А освящения и защищенности для тех, Кто живет по заповедям Божиим. Библейские чтения Великого Поста Радио «Вера» представляет Библейские чтения Великого Поста Книга притчей Соломоновых Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии Священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением Читается книга притчей царя Соломона С 31 стиха 10 главы по 12 стих 11 главы. Давайте послушаем. Уста праведника источают мудрость, А язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, А уста нечестивых – развращенное. Неверные весы – мерзость пред Господом, Но правильный вес угоден ему. Придет гордость, придет и посрамление, Но со смиренными мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, А лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, Правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, А нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, А беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, И ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, А вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, Но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, И при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, А устами нечестивых разрушается. Скудаумный высказывает презрение к ближнему своему, Но разумный человек молчит. В только что прозвучавшем отрывке Премудрый царь Соломон, Как всегда, поднимает несколько важных тем. Начинает он с рассуждений о силе слова. Те слова, которые произносит человек, Являются маркерами его внутреннего состояния. В том, что мы говорим, отображается наша душа. Речь человека мудрого, по замечанию Соломона, Наполнена приветливостью, терпимостью и предусмотрительностью. И напротив, во всем сказанном человеком порочным, Как бы он ни пытался скрыть свои намерения, Всегда будет сквозить грубость и неприязнь по отношению к окружающим. Даже если его слова будут по форме благообразными, В них неизбежно отобразится его духовное состояние, Которое будет угнетать тех, кто находится рядом. Поэтому надо быть внимательными не только к тому, что мы говорим, Но в первую очередь к тому, как мы это делаем, С каким внутренним расположением. Далее царь Соломон предостерегает своих слушателей от обмана. Он обращается к весьма распространенному во все времена явлению Нечестности при проведении торговых и денежных операций. Обвешивать покупателя – мерзость перед Господом, говорит он. Очень примечательно, что Соломон обращается к такой теме. Для него, как и для всего священного закона, Нет ни одной сферы человеческой деятельности, Которая не была бы связана с духовной ответственностью. Поэтому даже такая, казалось бы, будничная область, Как рыночное отношение, Должна подчиняться духовно-нравственному императиву. Логичным продолжением этой темы является рассуждение Соломона о лицемерии. Пороки, которому в той или иной степени подвержен любой человек. Мы нередко лицемерим перед людьми. Осуждаем человека за грех, Которому в той или иной степени подвержены сами. Лицемерим перед самими собой. Убеждаем себя, что ведем религиозную жизнь, А на сердце у нас пусто. Лицемерим перед Богом. Имитируем духовные чувства, Которых на самом деле у нас нет. Лицемерие заставляет нас оправдывать себя И подбирать обтекаемые слова Для собственных недостатков. Гордость с нашей легкой руки Превращается в чувство собственного достоинства. Лукавство в гибкость. Тяжелый вздорный характер Называется принципиальностью. А наглость и хамство смелостью. В конце своей речи Соломон Призывает всех своих слушателей к молчанию. Речь идет не столько о том, Чтобы следить за своими словами, Сколько о том, Чтобы быть внимательными К своему внутреннему миру. Необходимо научиться молчать Не только языком, Но и той частью своей души, Где рождаются низменные, Скверные помыслы и чувства. Это лучшее лекарство Как от самооправдания, Так и от осуждения ближнего. Именно от подобного молчания Рождается искренность В отношениях с человеком, Собственной совестью и Богом, А душа обретает мир и покой.